Павел Пантелеевич Гусев 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 Причина предельно проста. Касьян получил во втором туре травму и весь период вторую игру выходит на замену. Все это время он лечился. У него серьезные травмы, коленного сустава, сухожилие было. И он только-только начинает набирать формы. Он далек от своей формы. Мы, приглашая его, рассчитывали на его мастерство, на его умение вести силовую борьбу и на его бандитские качества. Пока ситуация такова, что не потому, что он не проходит, а потому, что в силу объективных причин набирают только формы. А в связи с пополнением команды в последние дни до заявочного окна, насколько сложно вам сейчас определяться с составом? Насколько большая конкуренция? Конкуренция у нас действительно большая. И мы, собственно, и шли к этому, чтобы была конкуренция. На каждую позицию было по два равноценных игрока. И здесь выходит тот, кто сильнее на сегодняшний день. Определяться. До этого мы выигрывали четыре тура подряд. И ротация была совершенно минимальная. Сейчас мы просто здесь, делая замены во втором тайме, понимали прекрасно, что уже времени не так много оставалось. И подустали наши, скажем, не очень габаритные, но техничные, быстрые Альшин и Коробов. И здесь нужно было усиливать давление, оказывать уже больше в центральной зоне. Поэтому мы с ними опору полузащитника Дутова и Коробова выпустили двух габаритных форвардов Заболотного и Касьяна. И флангового игрока с левой стороны Альшина сместили сюда, в правую зону и выпустили Турика, дабы усилить атакующий потенциал с фланга. Потому что передачи таких габаритных нападающих должны с фланга идти. Не продольная передача, а с фланга. И попытаться за счет мощи здесь продавить. Но, к великому сожалению, не получилось у нас. А на Блядину здоровье? На Блядину травмирована тоже. Я понимаю, что у вас сейчас больше забота о своей команде. Тем не менее, следующую игру, ну, домашнюю игру Волга проводит в рамках Кубка России с московским Спартаком. Вот только что увидев Волгу в действии, как вы считаете, на что может рассчитывать нижегородская команда в предстоянии с представителем премьер-лиги? Ну, во-первых, приезд московского Спартака в любой город России, да, это праздник. То, что Волга организовала этот праздник для болельщиков, я думаю, что это будет праздник. Ну, естественно, что фаворитом в этой игре будет Спартак, естественно. Но здесь будет решать эмоциональный фон, да, потрясающий эмоциональный фон, все-таки одна из лучших команд России. И я думаю, Волга совершенно достойно должна сыграть, с моей точки зрения, с командой Спартака в Москве. С удовольствием предоставляю слово Андрею Читалову. Большие комментарии и вопросы. Сложная, хорошая игра. Знали, что соперник еще организован, которым четыре последние игры выиграл. Достаточно много курицированных футболистов, особенно в средней линии. Поэтому понимали, что будет сложно доминировать на поле все 90 минут. Выбрали определенные игровые отрезки, и ребята с этим справились. Хотели, конечно, немножко, чтобы старт был поудачный. И так, ну, там были полумоменты, которые можно было доводить до результативного удара. К сожалению, не получилось. Соглашусь с нашим руководителем, предслуживанием, что мы об этом говорили. Что когда была открыта трансформная фоточка, мы очень удачно сработали, за что хочется поблагодарить. Менажемент наш, спортивный директор Левкова, руководителей, генерального директора, который открыл это окно. Мы усилились именно так, как мы хотели. Взяли людей, которые голодные до футбола. Плюс, еще раз бонусом, к нам пришли Лукьянов и Пасько. И сейчас я вам говорил, что нужно, чтобы они влились в коллектив, реализовались, подняли свой уровень. Потому что первая, вторая лига отличается. Очень рад за молодого Пасько, который забил гол. У тебя был период, буквально три игры назад мы ему давали паулу. Он две игры не играл. К сожалению, Лукьянов не реализовал свои три полумомента, которые у него были. Так была двойная радость. Но поиграй я очень удовлетворен результатом. Из-за того, что он ковался коллективными усилиями. Я думаю, что тренерский штаб тоже здесь приложил руку. Мы, в принципе, планировали, как будет играть Воронеж. Понимали, что в концовке нас ждет. Град с двумя столбами. В атаке у них моделировали игру с тремя нашими центральными большими полузащитниками. И они прекрасно справились. То есть каких-то таких сюрпризов, неожиданностей. Особо я таких много опасных моментов в наших воротах не припомню. В принципе, могу сказать, что не абсолютно, наверное, я сейчас счастлив. Почему мне сегодня день рождения у старшего сына. И мы с женой, конечно, будем праздновать завтра. День рождения у младшего сына. Сегодня старшее наше детище Волга. Дети рождаются с женой, понятно. А вот Волга сейчас вот эта новая рождается. Саша Левкова у нас прям в Вера, да, и генеральный Айош. Это наше детище. Двигается вперед, несмотря на очень большие сложности. Что скрывать. И думаю, что будем продолжать этот путь. И очень надеюсь, что завтра наша вторая дочерняя младшая команда Волголепийц тоже сделает такой нужный шаг вперед. Почему? Потому что там очень много ребят, на которых мы рассчитываем, что они через какое-то время составят конкуренцию в этой команде. Поэтому, если завтра будет вообще удача, стану, наверное, практически абсолютно счастливым. Но хотелось бы, конечно, еще, чтобы эта счастье подкреплялась определенными такими вещами, которые позволят немножко и национальный фонд изменить. Все. Пожалуйста, вопросы. А прокомментируйте, пожалуйста, перевод Дмитрия Кураева. Как раз Волголепийцов основной командой. Какие на перспективе успехи? Дмитрий Кураев не переводился в основную команду. Он заявлено назначал за Волголепийц, а в конце августа вы перезаявили за главную команду. Я вам просто объясню. Мы рассчитывали, что Дима будет получать игровую практику там. Просто наши друзья, журналисты, не совсем правильно сработали. Когда я сказал, что нет искусственных полей, на последние восемь лет нет ни одного поля искусственного нижнего пистыли. Поле на северном уже не соответствует требованиям. И Дима пришел работать туда, и, к сожалению, вскрылись проблемы. Он противопоказан на поле такого качества работы. Поэтому мы провели ему операцию, сделали. Сейчас восстанавливаем и понимаем, что нельзя его убивать на этом поле. Или будет нормальное поле, где начнет работать наша школа. И вторая команда, и мы. Мы очень надеемся, потому что проект утвержден уже. И руководители говорят, что он будет. Потому что ждать 2018-2013, это 3,5 года. За это время соберутся многие не только у Куральева, но и у всех перспективных ребят, которые здесь есть. Поэтому я об этом не говорил после игры с «Смартаком». Для полноценного прогресса нижегородского футбола, но только в «Волге», нам необходимо качественный искусственный поле. И это будет, наверное, самым большим подспорьем для многих-многих вещей. С Ниносяном что-то серьезное? Да, знаете, у нас мы уже шутим, что 4 шланга на лоб, это у нас не серьезно. У нас Фан, Харчук, Ниносян. Это как насквозь. Самое главное, вы видели, когда ему лоб рассеклен и рвался играть, не хотел меняться, вот что-то самое главное. Наверное, я вообще даже подчеркну, это мои. Я выделяю коллективные, не бывает победы, когда кто-то один. Но очень арестно бывает в футболе, когда один делает победу. И для этого должен быть игрок экстраординарный. У нас вот эти победы, они куются как раз духом, командной работой и, наверное, пониманием общих идей. Но еще раз, не может это беспредельно продолжаться. И очень надеюсь, что матч со «Спартаком» станет таким катализатором, что прорвет или в ту или другую сторону. Насколько эта игра для вас лично будет принципиальна в этой «Торпедове»? Я год проработал с «Кортаком» и, между прочим. Меня даже президент клуба обещал перекрасить в красный цвет комнату, в которой я живу. Потому что я воспитывался в таком не совсем позитивном отношении к красному цвету. Я раньше играл неприязнь. Сейчас как тренер понимаю, как педагог понимаю, что неприязни не бывает испытания. Ну, в «Торпедове» у нас закладывал. Вот так у нас запрещены были красные вещи для тренировок. А потом, после того, как «Снэвиска» работал там, я, в принципе, стал более толерантно относиться к красному цвету. Поэтому матч, конечно, очень серьезный. Даже я бы обратил внимание, мы обещали, что многие игроки основного состава получат практику, но уже сейчас начинают подходить игроки и проситься, чтобы мы их выпустили на губы. Поэтому сейчас будет такое интересное положение. Вроде бы и надо слова свои сдерживать, да, и дать ребятам поиграть, тем, которые играли меньше игропрактики. Но в то же время нельзя порыв вот этой души, да, хочется уйти и доказать, что мы не смогли и остановить. Поэтому есть время подумать, сыграть в «Иркутске». Вернулся. Мы просили игру на 24-ю, потому что назначение кубковой игры шло до назначения матча 26-го числа, который должен будет играть сейчас «Спартак» после нас. Поэтому мы очень просили 24-ю сыграть, потому что все понимают, что слетать в «Иркутске» вернулся, играть там игру с этими часовыми поясами, с разницей, не так просто. Но есть власть и мужчины, да, деньги определяющие. И, будем говорить, 23-ю, причем сначала было начало матча на 7, потом на 6, сейчас уже говорят, что на 17-30. Сегодня что-то стояли, мы 6-ю. Думаю, что в 12 точно не начнем, потому что, в принципе, мы проводим этот поединок для того, чтобы наши болельщики могли посмотреть на игру своих футболистов в соревнованиях с более классным, стеробитой и популярным на сегодняшний день камаз.